В Атырау и в Курмангазинском районе за сутки возведено дамп протяженностью порядка 300 метров. Работы продолжаются. Уровень воды в самом Атырау составил 524 сантиметра, до критической отметки 26 сантиметров. Помимо этого, в регионе продолжают откачивать воду из уже затопленных населенных пунктов. Вчера в Кульсары откачали почти 9 тысяч кубометров талой воды. Согласно информации Аперштаба по чрезвычайным ситуациям региона, из-за повышения уровня воды в реке Жаик планируется эвакуация жителей зимовки Лесха в Мохамбетском районе. В общей сложности эвакуации подлежат 30 жителей из 7 домов. Для них подготовлен эвакопункт, расположенный в средней школе имени Туленова. В безопасные места отогнано 310 голов домашнего скота местных жителей, сообщили в Аперштабе. Короткий ливень с градом прошел по селам Северо-Казахстанской области. В селах Возвышенка и Ковыльное района Габита-Мусрипова выпал град размером с грецкий орех. Майская погода продолжает преподносить сюрпризы. Снегопад прошел вчера в Мичуринске Тамбовской области. Спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий паводка. В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Илинка снизился на 2 см и составляет 805 см. В городе Ишим произошло снижение на 9 см и составляет 953 см. В районе села Аббатское снизился на 11 см и до отметки 1187 см. В Викуловском районе уровень воды в реке составляет 1159 см. В 65 населенных пунктах области остаются подтопленными 425 жилых домов, 347 дачных домов, 3455 приусадебных участков и 13 участков автодорог. В Курганской области в 7 муниципалитетах остаются подтопленными 369 жилых домов, 5825 дачных домов и 7 низководных мостов. За прошедшие сутки в двух муниципалитетах от воды освободились 31 жилой дом, 150 дачных домов и 1570 приусадебных участков. За сутки специалисты МЧС России откачали 32 тысячи кубометров воды. В Оренбургской области остаются подтопленными 2295 жилых домов, 5500 приусадебных участков. За сутки специалисты МЧС России откачали более 75 тысяч кубометров воды. В Омской области уровень воды в реках Ишим и Иртыш повышается. У села Орехово уровень поднялся на 31 сантиметр и составляет 1616 сантиметров. У села Усть-Ишим произошло повышение на 27 сантиметров до отметки 816 сантиметров. Сотрудниками МЧС России в зонах подтопления проводятся эвакуации жителей. Ведутся работы по возведению защитных насыпи. Уложено около 35 тысяч мешков с грунтом. Три насыпи высотой по 10 метров уже готовы. Монастырский комплекс в Хобби на западе Грузии оказался в опасности из-за оползня. Часть склона уже обрушилась, в результате чего повредились монастырская стена и колокольня. Их планируют восстановить после завершения работ по укреплению склона. Процессу уже подключили геологов, которые подготовили план. Реализует его департамент автодорог. Наводнения в бразильском штате Рио-Гранди-Дусул нанесли разрушительный ущерб сельскохозяйственному производству, особенно выращиванию риса, что привело к значительным потерям для фермеров. Штат продолжает бороться с наводнениями, которые охватили более 2-3 его территории и также затронули соседний штат Санта-Катарина. Сейчас по большей части штата возможно передвигаться только на лодке, она стала основным средством передвижения спасателей в последние дни. В одну из таких спасательных операций была замечена лошадь, которая, спасаясь от наводнения, забралась на крышу строения. Сколько времени провело в таком положении, животное без еды неизвестно, но в конечном счете его благополучно спасли. Позже появились кадры, где спасатели аккуратно помещают ее в лодку и вывозят. Главные улицы Пуэрто-Рико превратились в реки, после накрывших регион проливных дождей. Ситуация с паводками остается сложной. Град размером с теннисный мяч выпал вчера в штате Техас на одной из плантаций. В другом месте в Техасе, к западу от Дриппинг Спрингс, тоже выпал град, но его размер уже доходил до 10 сантиметров и более. Сильное наводнение в регионе Харасан в Иране. Прошедшие проливные дожди вызвали катастрофические наводнения в стране. Более 5000 человек пострадали в 23 провинциях Ирана. С утра 5 мая около 777 спасателей в составе 219 спасательных отрядов провели 134 спасательные операции по помощи пострадавшим. Песчаная буря прошла вчера в Китае, в регионе Внутренняя Монголия. Сегодня утром в Гуан-Си прошел сильный дождь. 84 мм осадков выпало за 1 час или 280 мм осадков за 8 часов всего. Многие участки дорог были затоплены, теперь они напоминают бурные реки. Песчаная бурные реки. Извержение вулкана Табару произошло на острове Хальмахера в Индонезии. В небо на многокилометровую высоту взметнулся столб пепла. Власти провели эвакуацию местного населения в безопасную зону. Жителям и туристам запрещено приближение к вулкану ближе, чем на 4 км. Цветовой код вулкана оранжевый, что означает опасность для местной авиации. Сильный пожар произошел на нефтяной платформе Вальварада в провинции Верокруз. На платформе велись работы по демонтажу С-2023 года. Рабочих успешно эвакуировали, а пострадавших пока не сообщалось. На этих кадрах ледниковый водопад в чилийской провинции Айсен. Прошедший четверг на Солнце отметился сразу четырьмя сильными вспышками максимального уровня Х, из которых самой мощной стала вспышка балла Х 2,2, максимум которой пришелся на полуденные часы. При этом центры прогнозов космической погоды изменили свои ожидания состояния магнитосферы Земли в негативную сторону. По обновленным данным, сегодня к исходу дня на Земле ожидается слабая магнитная буря класса G1, а в субботу и в воскресенье магнитные бури ожидаются продолжительными, практически без перерывов, и на своем максимуме будут достигать уровня G4, что соответствует очень сильной магнитной буре. Со слабой магнитной бури начнется и понедельник. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале! Продолжение следует...